Друзья, всем привет! Одна машинка уже с дровами поехала, Николай Тимофеевич повез. Что есть мудрого сказать? Когда работаешь, трудишься и работаешь интеллектуально и физически, то мозги нормально соображают. Но умные люди со мной согласятся, что каждый день делая какие-то работы, умный человек делает выводы и себе заметочку берет. Короче, смотрите, мне говорят, зачем ты берешь бензопилу, там только два палета. Ну, палета-то вот такая клетка, да? Типа, я говорю, нет, я возьму бензопилу, вдруг там побольше чего-то. Да там два палета только. Приезжаем, а здесь вагон вот таких ящиков, да? Одну машину уже напилили, разбили щитами. Поехала. А бензин я не взял. Ну, я думаю, ну ладно, пять палетов хватит, 650 грамм в штиле, да? 650 грамм в штиле 180, да? 640, а, здесь нет. Это в триммере для покоса травы 640 грамм. Здесь меньше бачок. Короче, осталась четвертая часть бачка. Короче, придется только отпиливать нижнюю часть тяжелую, остальное разбивать топором. Но вывод какой, да? Собрался в тайгу на день с ночевкой, бери на неделю там всего реквизита, как я и делал. А мне говорят, а, Володя, ты как плюшкин там всего наберешь. А меня жизнь научила много всего набрать. Не на одного себя, на всю бригаду, на весь отряд, да? Вот. Короче, ютуб-канал Владимир Стороженко. Вот сейчас, если кто-то меня будет виснуть на руках и там, а, зачем ты тащишь там? Зачем ты это берешь? Зачем ты это берешь? Ну, улыбнусь, или дам подзатыльников, короче. Вот сам себе, как бы, да, недоволен. Не взял канистру с бензином, да? Заправил на один раз. Ну, что, пять палетов. А здесь я вон, видите, сколько добра. Пока Сергей Викторович отдает. Вот такое дело. Поэтому сейчас, пока бензин не кончится, низ только отпиливаю. Вот такой вывод. Короче, я был прав. Ютуб-канал Владимир Стороженко. Там что-то уже более двух с половиной тысяч видео. Что-то уже там сто восемьдесят семь подписчиков. Там у меня котики. Я расслабляюсь, дома восстанавливаюсь, после сутки, через сутки работаю. Ну, и там плюс все работы. Там дрова, уголь, шлак. Дома там свой дом, дрова, уголь, вода, шлак. Поэтому после ремонта капитального, после наводнения, там Ирина Борисовна, у нее побогаче обстановка. А я на раскладушке в другой комнате с котиками. Сейчас вы должны спальню привезти. Это я так, кто первый раз на ютуб-канале. Поэтому я к чему говорю, друзья, мало видеть, пора предвидеть. Надо думать наперед, прежде чем делать, думать. И надо быть подготовленным, надо быть подготовленным к любым условиям. Если в городе, значит в городе быть подготовленным. На рыбалку, к рыбалке надо быть подготовленным. В тайгу, в тайгу. Дрова пилить, надо все быть подготовленным. Вот сейчас тоже цепь запасную. Думаю, хоть поновее цепь поставлю. Не тупой, короче, пилить. Но придется тупой пилить. Бензина, короче, мало. Четвертая часть бачка. Вот суть видео, короче, это, друзья, надо быть продуманным, думать наперед. Ну все, помогай Бог. Думаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...